Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, дорогие зрители! Сегодня наша программа будет посвящена дружбе и взаимовыручке наших народов. Недавно в Карачаево-Черкесии завершился конный переход Кубок Дружбы Народов Северного Кавказа. И сегодня у нас в гостях один из организаторов, который я представляю с удовольствием, Руслан Хватыш, а по совместительству директор детской и юношей спортивной школы в Станице-Сторожевой и победитель соревнований Алим Бархозов. Руслан, здравствуйте! Я рада приветствовать вас в нашей студии. Руслан, я правильно же сказала, что главное, ради чего был этот конный пробег, показать единство и дружбу народов Северного Кавказа? Да, да, вы правы. Мы хотели именно этот Кубок Кавказа, чтобы народы вместе участвовали в этом пробеге и показывали свою культуру, свою горы, свои земли. И, как говорится, наши предки именно так и переходили через эти перевалы, тогда машины не было, техники не было. И именно те тропы, которые остались, что видели, можно ездить, даже туризму развития можно это показывать. Но мы еще к нашим задачам вернемся. А все-таки я хотела узнать, как пришла идея провести именно такой конный переход, ведь он длился почти шесть дней. Вы преодолевали перевалы, не один перевал по ущельям шли. Как родилась идея сама? Кто был организатором? В том году мы первый раз сделали, а до этого есть Алчаков Рамазан, наш близкий друг, организатор, главный организатор именно этого пробега. Он сделал пробег в море, там два часа скачки были. Он сделал морозобег Капушев такой есть, известный жакей России. В честь всего он сделал пробег, и там скачки уже прошли, там начали говорить, там именно лошади разной породы, там кровленые, есть местные породы, которые горные. И горные там не могли выиграть этих кровленых. И обсуждение пошло такое, что наши лошади горные не могут даже в горах никого не выиграть. И вот от этого слов я говорю, наши предки делали скачки вместе сами. Это тогда раньше государство поддерживало их, они делали испытания каждый день, там по 50 километров, в тяжелых условиях. И эти породы именно так они себя показали, в таком уровне. Я говорю, так надо сделать, и разговор с братом мы поговорили, потом я к Рамазану обратился, давай такая идея есть, сделаем такой скачки. Он меня послушал, давай вопросов нет, сперва с вами проедем этот перевал, через себя пропустим, что там, как там, потом будем разговаривать. И мы приехали, эти перевалы, время засекали, где остановки, как первый раз делали, не знали, как будет, что будет, тяжело будет, кому-то что-то будет. Страх, в страхе были чуть-чуть. Потом мы стартанули первый раз в том году, 86 голов выехали. Первый день мы сделали шаговку, сделали 70 километров, а уже на второй день дали старт. И уже потихонечку, потихонечку, и мы начали понимать, люди, все хорошо. И лошади финишировали, и всем понравилось. В том году тоже каждый ущелье нас встречали, угощали, и именно эта скачка начала по всем сетям расходиться, и все начали интересоваться, еще будет, не будет. И мы на следующий год, в этом году, Рамазан опять собрал народ, у народа спросил, вы как хотите эту скачку? Они хотят, да, конечно. И начали мы уже рекламу делать, и вот к этому переговорили. Ну, все-таки вас поддерживало как-то государство, или это просто вот, ну, частные люди собрались и сказали, вы готовите? Ну, первый год мы сами не знали, что случится, мы, наш узкий круг был, ребята, мы сами сделали этот пробег. В этом году мы хотели границы чуть длиннее сделать, из Кабардино-Балкарии дать старт, и дальше, и дальше. У нас цель такая была, мы разговаривали, смеялись, от моря до моря. И потихонечку границы расширять. В этом году нас поддержал глава Кабардино-Балкарии и глава Горачаева-Черкесии. И спасибо им, что они поддержали, такой большой праздник. И те люди, которые, кроме них, тоже поддерживали, им тоже спасибо. Ну, мы знаем, что в прайбиге принимали участие в переходе, вернее, почти 200 человек. То есть это было, ну, большое количество принимали участие. Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Татарстан. Татарстан был? Да, в Татарии были. В Башкирии были ребята, которые участвовали у нас. И в этом году, честно сказать, я даже удивлен, в Сочи, в Армении были ребята. Ух ты. И, короче, вся Россия здесь была, которая... Ну, вот видите, а в этом в соцсетях не писали, что и Башкирия, и Татарстан. Просто вот четыре республики причисли. Ну, вот видите, благодаря вам мы узнали, что, оказывается, действительно вся Россия тут была. В нашей студии находится победитель перехода. Алим, как ты узнал и как ты готовился к переходу, к соревнованиям? Мне скинули анкету, картинку, там была написана Кубок Кавказа с 24 по 29. И мы купили в мае, в этом году, 7 мая ночью лошадь. И начал готовить именно для Кубок Кавказа. То есть ты только с мая начал готовить? Да, с 8 мая. Кто помогал? Отец и я. Мы все готовили. Вот, и Бурхут, вы все-таки успели его научить всему, да? Да, он и так все знал. И так все знал, да? Удачная покупка. Да. Понятно. Ну, тем не менее, я разговаривала с некоторыми нашими псатниками, которые планировали принять участие, но потом отказались, когда посмотрели, какие там требования, ну, посчитали, что это, может быть, они не выдержат. Что такого было? Какие требования предъявлялись участникам? Это, в первую очередь, состояние лошади. Лошадь должна была в форме, там, если лошадь не в форме, она не скакала. В втором случае, это возраст шокея, от 18 лет старше скакали. И тот человек, который в горной местности знает, дорогу смотрел, не смотрел, такие люди тоже, мы не хотели их допускать, потому что они не видели, не знают, куда ехать. Объясняли, что тяжело сперва посмотреть, потому что дальше что-то не случилось. Так и было. Предстояло за пять дней пройти 230 километров. Но все-таки это достаточно серьезное расстояние. Ведь шли не по асфальтированной дороге, да, а по горным тропам, по перевалам. Вот что, Алим, самое сложное было для тебя вот в этих переходах? Что больше всего запомнилось? Именно вот, именно для меня было самое сложное спускаться с перевала, пешком. Именно вот для меня. А почему пешком? Не подготовленный был сам. Сам не подготовленный? Лошадь подготовили, а сам нет, да? Это было на перевале Красный Карачай. Это было в Акскаусском ущелье. Это был самый трудный перевал. Ага, то есть идти по подножию Эльбруса, по снегу было проще? Да, там было проще. А почему там трудно? Не знаю, так получилось. Крутой спуск, да? Да, там был слишком крутой спуск. И, в общем, ты лошадь Бурхун своего пожалел, сам спешился и пешочком шел, да? Ну, теперь будешь знать, что тебя ждет, да? Ну, а на самом деле-то вы шли, вот я разговаривала тоже с участниками, да, с организаторами. Вот с самого начала Эльбрус, тяжело же было? Ну, когда мы дорогу смотрели, первый перевал, высота была 3-4 стола. Потом второй день перевал под Эльбрус, вот 3-7 стола переезжали. Ну, честно сказать, высота большая была, ну, лошадям легче было перейти эти перевалы. О ком сейчас Алим говорит, о ком перевале, это перевал Актауска, называется она Красный... Козыловуш, говорят, на нашем языке. Там надо было перейти им два перевала за один день. Еще кони уставшие были, но я очень много ездил. Самый тяжелый перевал, я считаю, именно вот этот, о чем Алим говорит. Он бесконечный, еще на подъем хорошо идешь, и спуск тяжелый. Ну, такой тяжелый перевал именно в этом пробеге, считаю, именно этот перевал. Часами идешь там, вместо лавки на подъем. Очень тяжелый перевал. А Алим за это и запомнил этот перевал. Вот оно, настоящее испытание для лошадей. В сентябре по снегу на высоте 3-800 газуем. Да, действительно, мы видим, что условия были достаточно тяжелые, туман, камни, вот эти все. И, знаете, честно говоря, вот Руслан готовится к нашей встрече. Я думала, задать вам этот вопрос или не задать. Но, думаю, все-таки мы поговорим о том. Потому что мы, конечно, все жители Карачао-Черкесии, следили в соцсетях, выкладывали видео, все, как это все проходит. И очень неприятно и тяжело было, когда появились сообщения о том, что на переходе гибнут лошади. И прямо вот показывали, снимали, что прям прокуратура запросила, да. Это правда? Гибли лошади? Вот именно насчет лошадей, которые там снимали, выкидывали в соцсети и показывали, что там очень много лошадей умирает. С нами ехали блогеры, с нами ехали именно обычные люди, которые болели, фоткали, видео делали. Если именно они сделали, эти не сделали, так не бывает. Мы, когда лошади перешли первый пункт, мы спрашиваем жокеи, которые не доехали, доехали, не доехали, по списку смотрим. А когда начали в соцсети выбрасывать эти фотки, я еще раз повторяю, мы на кукурузных полях не скачем, мы скачем по перевалам к камненностным местам. Там фотки другие вообще, я даже сам удивился, почему они так делают. Ну, лошадям тяжело было, для этого мы с нами были врачи. Мы не один врач, а шесть врачей, чтобы успевали в тяжелом состоянии лошадь, капельницу ставили, восстанавливали. Когда мы ставили капельницу, эта лошадь уже не скакает, мы его снимаем с дистанции. Хозяин сам понимает, что он тоже в состоянии. Такие случаи были. А для чего это делается, честно сказать, я сам себе вопрос задаю, мне очень много людей звонили, журналисты звонили, сотрудники звонили. Я говорю, первый день прошу, давайте, если кто не верит, приезжайте, у нас шесть, четыре дня скачки будут, смотрите сами, увидите сами. Больше разговоров что-то не было. И мы обращение сделали на тем людям, которые что-то они выкидывают, что народ, это неправда, почему вы так себя ведете. Те участники сами обращение сделали. И мы уже начали на вторую скакать, уже тихо-тихо, особо ничего не было. Но такие разговоры были. Я такой осмотр вижу первый раз. Врачи все осматривали, там если травма, что-нибудь будет, не допускали. Там если что-то сложить, чтобы в горах ничего не случилось, чтобы не заблудились. Если там с лошадью что-то будет, врачи хорошо смотрели. И утром, и вечером, да? Да, и утром, и вечером следили. Ну вот я тоже разговаривала с блогером, который сопровождала Анна Михайлова, да, я разговаривала с ветеринарным врачом Шамилем Тибул. И они сказали, что да, было, случалось такое. Лошади неподготовленные. Утром и вечером обязательно их осматривают. Если увидят, что лошадь растянула сухожилия, да, или там учащенное сердцебиение, обезвоживание вот лошадей главная причина была. И снимались с дистанции. И насколько я поняла, вот Шамиль рассказывал, что стартовало почти 200 лошадей, а уже на финиш последний день было 50 лошадей, да? Ну, мы первый день стартовало 198 лошадей, снялись, мы стартали 160 или 170 голов на второй день. И уже в Курзуке у нас осталось там 150 голов, что ли. Вот так потихонечку, потихонечку они дошли до архы за 50 голов лошадей. Вот так. Перед финишом последний день уже стартовал. Осмотры взяли они хорошие, посмотрели там обезбоживание, там пульс. Ну, хозяин сам понимал, там же не город же. Он сам понимал, от врача как скажет, он снимал ни с кем, ни с кем разговора не было. Никто не упирался, вот, типа, моя лошадь пойдет, зачем снимаешь дня? Они все на врача смотрели. Откуда приехали, ребята? В Триджуще, пошел в Верхнюю Оксанку. Какая республика? Кавальяна Волхарская республика. Какой день на скачке? Четвертый. Как вам скачка? Нормально. Лошадь в каком состоянии? Отлично. Дальше будете ехать? Нет. Не будете ехать? Почему? Бережом коня. А какие породы вообще лошадей принимали участие? Все породы были лошадей. Мы у нас, мы насчет породы разговора, только финиш был, кто выиграет. Первая тройка, мы обозначали, какая порода, откуда, кто, хозяин, кто лошади, у кого он купил. Может, он же ребенком, у кого-то купил, этому хозяину тоже мы хотели делать внимание, что у него с этого табуна вышел. Там были кабардинские, арабские, карачаевские, ну, в прямом смысле все породы лошадей. У нас вторым призером был Иван Кулага в Сочи. Он эту лошадь купил в Верхней море Волчакова-Рамазана. Рамазана купил, он сам занимается туризмом, эту лошадь он подготовил. И эта лошадь показала себя очень хорошим в этом. Он сам тяжелый человек, по 90 кг весил и на нем поскакал. Мы даже удивлены были, такой силой эта лошадь была. А вот Алим, которая была, она на слове Бурху, это переводится на русский язык, это маленькая лошадь. Маленькая, да? Да, маленькая лошадь. И он на нем приехал первым, честно сказать, с гордостью. Еще молодой парень удивил нас очень сильно. Ну да, нас тоже удивило, она и сам удивилась. Но мы о том чуть попозже поговорим. Я хотела вас спросить, вы смотрите, были организованы у вас пять дней, переходы, вот он закончился, чтобы люди отдохнули, набрали сил и наездники, и лошади. Как вас встречали? Как вы отдыхали? Первый день перед стартом в Кабарнино-Балкаре очень сильно угостили нас. Угощение было, открытие сделали, отправили путь. Второй день мы приехали по Тель-Бруссию, это Джилусу называется. Нас встретила там девушка, Карина ее звать. Она девушка, которая поднялась на самую высокую гору в мире, это Эверейс, она покорила эту гору. Она нас встречала, угощала вот эти 197 участников, кроме еще и их болельщики. Ух ты! Вот она всех, честно сказать, я удивлен. Она бедная девушка. Да, она просто вот так, всех, кому чай, кого угости, кого спать. Короче, она нас удивила, спасибо ей большое. Она встретила и отправила в путь. Уже в Ушкулане, в Курзуке встретили, уже село собралось, встретила. То же самое, угощение, что надо, кому что где ночевать, кого что нет, не хватает. Помогали народ, угощали. А потом уже перевал переехали в курорте Верду. То же самое, народ встретил. И старики, и женщины, и дети. И там праздник был большой. И мне удивило, честно сказать, Аксаовское ущелье, там связи нету. И очень далеко на машине ехать. И еще далеко не можешь ехать, на грузовом надо ехать. Там встретили семья, как у нас Качкарова, называются ребята, Артур, Абрейк, Альбейк, братья. А вот этот Абрейк приехал четвертым, да? Четвертым, переехал, пятым он приехал, Альбейк. Они встретили, их семья, и та ущелье, в котором мы там жили, ребята с Красного Октября. Они организовали очень такой теплый прием. Честно, меня удивило. Накормили, напоили, спать уложили. Спать уложили. Вот просто, как говорится, просто вокруг тебя все бегали, что хотите, куда. То же самое старт дали нам. Мы приехали в Архызское сельское поселение, встретили нас в Архызши. Людмила Карабашева. Людмила Карабашева. Угощение, вот то же самое. И уже мы финишировали второживой. Честно, я удивился. Я второживой работаю, я уже 15 лет тренером работаю. И они очень, очень много народу было. Те ребята, которые укладывали в это, я им большое спасибо говорю, чтобы этот народ весь накормить, отправить. Там не тысяча, там три тысячи, я не знаю, ну, очень много. Всех накормили, всех угостили. Все довольны, уехали оттуда. Спасибо. Станисе Старожевой, главе Султану большое спасибо, да? Спасибо Султану Джамаловичу огромное спасибо, здоровья им. Мне запомнилось именно Кабардино-Балкария. Там нас встретили очень хорошо, там быка зарезали, мясо приготовили. И почти каждый день было то же самое. И в Хрузуке, и в Теберде, и в Архызе, и в Схоотском ущелье. Насколько я знаю, готовились не только главы сельских поселений, но и артисты, отделы культуры, песнями, танцами вас встречали, как национальных героев. Весь народ увидел, дружицы тоже увидели, какую у нас гостеприимность. Там из Дагестана были, они в шоке были, мы с ними разговаривали. Один дагестанец парень рассказывает мне, мы такого не смогли бы сделать. Да? Вот прям так и сказал? Да, у нас не получится, говорят, так делать, как у вас, говорят, так встретить, чтобы так было. Честно, я так удивился, я не знаю, у нас так получится, у нас не получится так делать. Ну, вот родная Карачаева-Черкесия, какие мы, да? Вот такие мы гостеприимные, удивили всех. Вот, пожалуйста, пример, когда, несмотря на то, что различные национальности, представляющие различные регионы, да, а вот как тепло встречали. Видите, Дагестан сказал, что так бы не смогли. А вот гордость за нашу Карачаева-Черкесию, правда? Вот поэтому я вначале и сказала, что мы сегодня будем говорить о дружбе, о единстве народов. Когда мы все вместе, нам любая задача по плечу, правильно? Конечно, конечно, без этого никак. Вот эти люди даже там, первый раз, когда делали Кувак Кавказа, очень много людей с людьми подружились. А потом еще в этом году подружили разные нации, они интересуются. Первый раз в ущелье, они даже нашей стороны у нас не были. Они удивлены были этой красотой. Говорят, у нас тоже горы есть, но у вас по-другому, говорит, и красота у вас. И отношения к людям, они такого, ну, может, у них есть, но как относились, говорит, я в шоке, говорит, мы такого еще не видели нигде. Откуда приехали? С Кабарниево-Болгарской республики. Как пробег? Пробег, все спокойно, все нормально, организовано на высшем уровне. Большое вам спасибо организаторам и всем причастным к этому мероприятию. Хотел поблагодарить и организаторов, и конников, которые нас встречают здесь. Это соседский, братский народ наш. Всегда рады участвовать в таких мероприятиях. Меня Адам зовут. Очень приятно. Мамхеговская, Болгарской республики. Ну, давай вернемся к итогу соревнования. Вот ты стал первым победителем. И у нас сегодня есть возможность посмотреть в маленький отрывочек, как ты пришел к финишу. Давайте, дорогие друзья, посмотрим. Победителем. Победителем. Давай, давай, ткать, Лаэман. Лаэман, давай, давай, еще, еще, еще. Молодец. То, что ты стал победителем, ты на это рассчитывал или был уверен, или все-таки сомневался, или это для тебя приятная неожиданность? Нет, если честно, это была приятная неожиданность. Там было много хороших жокеев, знаменитых, лучших. И как-то так получилось, что я пришел первым. А как так получилось? Вот скажи, за счет чего ты победил? Не знаю. Скорее всего, упорство и труд над лошадью. Готовка лошадь, скорее всего. Мне братья помогали, поддерживали. Именно во время пробега, вот эти шесть дней, были всегда со мной. Палатку ставили? Да, палатку ставили. За лошадью смотрели, а я спать шел. Высыпался, хоть успевал? Да, все здорово было. Подъем у вас во сколько был? У меня в 6.30. Ну, поздновато в 6.30. Ну, если учитывать, конечно, что ты по горам скачешь, 6.30 нормально. Понятно. Родители, как твою победу приняли? Приняли. Здорово, отлично. Радовались. Радовались, да. Не только родители, а все, все село. А, наверное, ходят до сих пор поздравлять, да? Да, я из села Холодно-Ротниковское. Весь Прикупанский район за меня рад. Ну, так понятное дело. Победитель такого перехода, да? Третье место. Алхаз Кипкеев. Карачаево-Черкесская республика. Кличка лошади. Звездочка. Серебро или же второе место. Иван Кулага. Верхняя мара. Параллельный зачет Сочи. Маскакуле-Алмаз. И отправляемся дальше, друзья. Первое место. Алим Бархозов. И кличка лошади Бурху. Проводим церемонию награждения победителя. Ну, а я спешу напомнить вам, им становится Алим Бархозов с Карачаева-Черкесской республики. Мы знаем, что призовые достаточно солидные. Скажешь, куда потратишь свой миллион? Я этот миллион отдал своим родителям. Ой, какой ты красавчик. Молодец. Представляете, родители как счастливы, да? Молодец. Хороший, достойный сын вырос. Вот не просто победитель, да, пример. Но вот я знаю, что у нас, который второе место занял, Иван Кулага, да? Правильно говорю? Да, да, да. Он, по-моему, свой приз отдал, да? Ну, выиграл именно, ну, вторым стал, он свой призовой фонд. Он кого лошадь купил, у кого, этот лошадь, у кого же ребенка пришел. И там человек сделал призовой, своего призового фонда, там, внимание сделал. Потом он сказал, те, которые, там, 400 тысяч, я хочу отдать детский дом, помощь детскому дому от меня, что дальше, что. И мы все удивленные были. Честно сказать, таким сердцем человека редко вижу. А еще продавцу в Архизе он зашел в магазин. Да, да, да. Его продавец узнала и не захотела деньги с него брать. А когда он выиграл, он ей тоже хорошую сумму отправил. Да, хорошую сумму, да. А скажите, пожалуйста, любые соревнования, они предполагают награждение, в том числе и материальное. Вот этот фонд кто создавал, если это не секрет, конечно? Этот фонд создавал, ну, главным организатором был у нас Рамазан, а его друзья, мы близкие. То есть это частные лица? Частные лица. Просто частные лица собрались и все, да? Да, да, мы собрали сами и призовой фонд поставили. Спасибо вам огромное. Спасибо нам и Рамазану, вот это все, что он сделал, то, что вот это именно пробег, вот эту рекламу, и народу, чтобы дружились, это благодаря Рамазану Алжакова. Понятно. Ну что ж, я думаю, что мы обо всем рассказали, как это все проходило. И последний вопрос. На следующий год собираетесь повторять такой вот? Ну, вот, да, на мое, я ехал сюда, очень много людей, очень много людей спрашивают меня, на следующий год будет этот пробег? И хотят участвовать. Вы будете в Мишете старт давать? Я говорю, если мы даруем, мы хотим дать старт в Мишете. Вообще мы, у нас план такой, от Каспии до Черного моря. Ух ты, прям имперский у вас размах. Ну, когда я говорил им, а насчет этого пробега Рамазану, до Рамазана людям другим, они как-то не верили мне. То есть они не верили в то, что удастся вот это? Вот так, чтобы просто. Ну, удалось же. Удалось, ну, а сейчас на данный момент к этому идет, и все, очень много людей тянутся к этому пробегу, интересно всем. И все ждут, целый год ждали. Вот, Алим говорит, это когда увидел, я готовил коня, целый год, а не целый год, полгода готовил, именно на этом пробеге участвовать. Ну что, Алим, на следующий год будешь принимать участие? Конечно, обязательно. Да, только тренироваться буду, да? Да. Как у нас женщина была в гостях, которая на Эльбрус поднималась, она каждое утро вставала в 4 утра, с утяжелением бегала по горам, готовилась, чтобы на Эльбрус пойти. Ну, так что будем готовиться, да? Конечно. Ну, насчет Алима я хочу поговорить. Вот молодой человек, 19 лет, сделал такое, это останется в истории. Он становится примером для молодежи, для которых младше его стремятся к лошадям, не к плохому чему-то, именно к лошадям готовиться. Это мы, цель и задача наша, это здоровое воображение вели люди, занимались животными, интересно было, выигрывали. Вот Алима в том году никто не знал, в этом году же весь, вся Россия знает. Ну, конечно, ему всего 19 лет. Ему 19 лет. Вот так, чтобы в каждом ауле выходили такие парни, были примером. К этому и цель у нас стыкается. Ну, что ж, я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, за то, что поделились своими рассказами. Я желаю вам успехов в ваших начинаниях. На следующий год будет пробег, приглашайте. Приедем, но будем принимать участие только в качестве журналистов. Конечно. Пусть Алим и парни другие стараются. Алим, тебе тоже удачи. Спасибо. Своим родителям скажи спасибо за то, что воспитали такого хорошего, воспитанного молодого парня. Хорошо. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам хороших выходных. Проведите их в кругу своих близких и родных. Всего доброго. До новых встреч.